Иоанн Кронштадтский говорит нам слово о слепом, неделю о слепом. Итак, он сделал брение и сплюновение, то есть раствор земли с влагой, и помазал брением глаза слепому, и сказал, пойди умойся в купальне селаам, что значит посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Евангелие Таана, 9 глава, 6-7 стихи. Но что еще важнее, этот слепец прозрел и душевными, не только телесными очами. Он уверовал в Иисуса Христа, как Сына Божия и Спасителя мира, к посрамлению всех мудрых и разумных между иудеями, не веровавших Господа при всем множестве чудес Его, явно свидетельствующих о Его божественном всемогуществе. Это обстоятельство, то есть неверие ученых и знатных евреев в Иисуса Христа, как Бога-человека, подает мне повод побеседовать с вами кратко о слепоте душевной, в которой гораздо опаснее и более достойно сожаления, а иногда и слез, чем слепота телесная. Зрение есть благороднейший член нашего бренного тела, и оно доставляет человеку величайшую пользу и удовольствие, как это всякому из нас известно. И лишиться зрения, значит лишиться едва ли не половины жизни своей, не видеть солнца, не видеть никого и ничего, ни себя, ни других, ни того, что около нас, не видеть красоты неба и земли, не всего, что на небе и на земле и на море. Да это почти тоже значит, что быть мертвецом. Но, братья и сестры, человек, одаренный от Творца разумную душою, способную познавать истину, которая есть в жизни ее, и по гордости, своей нравею и упорству, не хотящий познать ее, идущий наперекор своему разуму и совести и Богу и людям, не есть ли несчастник, шислипец, вольную волею несчастный, злостно несчастный, который сам добровольно употребляет во зло величайший дар Божий человеку, разум и свободную волю, отличающую его от всех животных бессловесных, не есть ли он неблагодарнейшее животное пред своим Творцом, поносящее чудные дары его своим разумным тварям, не есть ли добровольный глупец или безумец, извративший сам благодарованную мудрость в безумие и называющий добро злом, или доброе лукавым и лукавое добрым, сладкое горьким и горькое сладким. А таковы были во времена земной жизни Иисуса Христа фарисеи и книжники, и сами первосвященники и старейшины народа израильского. Видя чудеса Иисуса Христа, они совершаемые им в народе, чудеса самые благодетельные, слыша его премудрое спасительное учение и видя жизнь его вполне праведную, святую, примерную, они приписывали чудеса силе бесовской, извращали смысл слов его, поносили его и безумцем, и бесноватым, и льстецом, и обманщиком. И, наконец, как бунтовщика-злодея, предали позорной казни святейшего всех святых, Сына Божия. Вот ужасная слепота душевная, не достойна ли она всякого отвращения и горьких слез, ибо человек, слепотствующий душою по гордости и упорству, и самый несчастный, как верная добыча ада, как сатанинское исчадие, напитанное гордостью и злобой отца своего дьявола. Это-то вот и есть хула на Духа Святого, когда человек по гордости и упорству не хочет верить истинной истине, явной, доказываемой явными чудесами. Такому человеку нет прощения ни всем, ни в будущем веке. Матфея 12, глава 32 стих. Не потому, чтобы грехи наши побеждали человека, любя Божия, но потому, что сам человек в гордости, упорстве, злобе, лжи и нераскаянности погибает. Что же рождает в человеке такую слепоту? От чего она? От крайнего самолюбия, гордости и самомнения. От злостного расположения сердца, от зависти и от всегдашней сытости и пресыщения. Едят и насытятся, и оставят Бога, сотворившего его. Второзаконие 32, глава 15 стих. Говорит Писание. Таких вольных слепцов, сынов, погибели, есть много и в наше время, как они были и всегда. В наше время этих вольных или либеральных, как называют слепцов, производит или вольная, не по разуму евангельскому, наука, поучающая, что все в мире произошло само по себе и по природе, что человек, как чадо природы, исчезает со смертью своей, что якобы не будет и воскресения, и суда, и иного века бесконечного, или либеральные разговоры, и вообще сообщества, и беседы с легкомысленными, неверующими людьми, или довольная, беззаботная, развеселая жизнь, исполненная ежедневных беззаконий и пороков, в которой погасает и последняя иска христианская. Еще ожесточенных слепцов душевных порождает озлобление и отчаяние, непокорность существующим властям, неистовое, нелепое намерение поставить на своем, осуществлять свои нелепые идеи, планы и намерения. Таковы нынешние коммунисты, которые в слепоте своей думают пересоздать, переворотить общество по-своему, и воображают, что планы их наилучшие и принесут величайшую пользу народу, едва ли не золотой век. Сами окаянные идут прямо в ад и ничего, кроме зла и пакости, не делают, а мечтают о какой-то пользе народа. Что же от них доброго можно ожидать? Дерево узнается по плодам, а коммунисты по своим адским делам. Боже, сохрани народ православный от таких вожаков. Господу нашему слава! Во веки веков! Аминь!